Это бриллиант нашего города. Эти руки, это не просто руки, это золотые руки. Вот чем больше груш, тем вкуснее рецепт. Вы прекрасная, Лена. Ставим духовку, и причем ставим одновременно вместе с грушами, Лена. Вы видите, как мы экономим ваше время? Начинала маме портить продукты. Яйца целыми лотками, молоко, литрови. Как я говорю, годы, долгих тренировок, правильно? Зовется он тот пресловутый патиссиер, который сейчас в каждом кафе представлен как патиссиер. Вы молодцы, да? Вы молодцы. Красота. Но я бы еще сделала последний штрих. И как говорят французы, вуаля. Пирог готов. Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать ко мне на кухню, где у меня сегодня такая чудесная гостья. Зовут нас Любаша. Представлять, да весь город знает, кто такая Любаша. Это бриллиант нашего города. Эти руки, это не просто руки, это золотые руки, это бриллиантовые руки. Спасибо, Леночка. Да, Любаша, представьтесь, пожалуйста, и скажите, что мы сегодня готовим? В двух словах. Во-первых, здравствуйте всем. Меня зовут Любаша. И свою как такую пекарню, мини-пекарню я назвала тоже Любаша. Ручная работа. Потому что все это делается в самом деле этими руками и руками девочек, которые работают со мной на кухне. Мы очень любим то, чем мы занимаемся. Говорят, что самое большое счастье у человека, это когда человек работает, имеет бизнес и приносит ему доход. Вот то дело, которым он очень любит заниматься. Вот как раз я считаю, что мне очень повезло, потому что я нашла свое призвание. Мы будем вместе сегодня готовить грушевую тарту. Думаю, у нас все получится быстро, легко, очень вкусно. Точное описание рецепта вы найдете внизу под видео. Леночка, так как это мой рецепт, я предлагаю вам помогать мне нарезать груши, а я буду делать тесто. Замечательно. Начинаем. Вот чем больше груш, тем вкуснее рецепт. Замечательно. Кстати, груши, Леночка, из Эдемского сада, из сада моих родителей, делающиеся своими руками, даже без капельки химии. Песочное тесто, такое дело, оно не любит, чтобы его перемесили. То есть, если мы берем сливочное масло, мы его вот так вот смешиваем с сахаром. Как нарезаем, да? Как нарезаем, да. Вот я бы даже сделала вот так вот, знаете, чтобы смешать масло с сахаром побыстрее. Любаша, а ну, зацените мои груши и мое платье. Вы прекрасная, Елена. Теперь мы добавляем одно яйцо. И вот так вот все смешиваем, перебиваем масло, сахар и яйцо. Замешиваем однородную массу. Это делается очень просто, масло мягенькое. Помещаем сюда муку. И обязательно, когда мы насыпаем сухие ингредиенты, мы добавляем что-то разрыхляющее. То есть, в идеальном случае, я бы добавила ложку домашнего майонеза. Это никакой химии, опять же, это полезно. Рецепт домашнего майонеза будет позже. Будет следующим в нашем номере. Так как у нас сегодня нет домашнего майонеза, мы положим немножечко, буквально пол чайной ложки разрыхлителя. Можно, кто любит традиционный бабушкин метод, это же сода, гашеная уксусом. Чайная ложка соды, гашеная в столовой ложке уксусом. Моя мама всегда делала соду, гашеную уксусом. После того, как вы вымесили тесто, обязательно положите на 30 минут в холодильник. И его вам будет легко выкладывать на противень. Что мы делаем? Мы достали его из холодильника. Мы достали его из холодильника. И обязательно его лучше не раскатывать, чтобы его не прибивать. А вот так вот раскрошить по противню вашему. Я взяла такую красивую силифоновую форму сегодня. И вот так вот поприжимать пальчиками, сделать форму. Вот прямо я сейчас покажу, как эта формочка выкладывается. Чем тоньше тесто будет, тем интереснее. А я в это время делаю груши, правильно? Мы их сейчас поставим запекаться, я правильно понимаю? Да, Леночка, вы очень красиво сделали груши. Спасибо. Прирожденный кондитер. Спросите, какое у меня первое образование? Какое у вас первое образование? Кондитер, между прочим. Умничка. Как это здорово. Я считаю, что если человек любит готовить, если человек любит продукты, значит, он любит своих близких, он любит, он вообще всех любит. Ну, просто моими словами, видите, то, что я говорю. Вот я готовлю для любимых, и Любаша готовит для любимых, но у Любаши весь город любимый. Надо отдать должное молочину. Ой, Леночка. Супер, супер женщина. Это очень, конечно, трудоемкое и длительные годы работы. То есть я с детства, наверное, уже с пяти лет начинала маме портить продукты. Яйца целыми лотками. Как я говорю, годы долгих тренировок. Правильно? Да, да, это правда, это правда. Я готова. Можно отправлять в духовочку? Нет, Леночка, мы не отправляем. А что мы делаем? Где-то у нас была зеленая, красивая кисточка. И что? И смотрите, смазываем вот этим чудо-продуктом, который придумали французы. Расскажите, что это такое? Это, он так и называется, глиссаж, то есть для блеска. И для того, чтобы наши груши, когда будут запекаться, они станут румяными. Мы сейчас берем и очень-очень тонко, буквально вот так вот чуть-чуть распыляем. Чуть-чуть, да? Не надо полностью покрывать, да. Потому что мы, когда уже выложим груши на наш пирог, будем снова покрывать уже более обильным слоем. Французы, они вообще за то, чтобы блюдо было не только вкусным очень, но еще и очень красивым. И вот этот вот сияющий цвет тарта в конце, это что-то божественное. Он привлекает, притягивает, укусить эту грушу. Красивая, блестящая. А, кстати, знаете, как по-французски поцелуй? Как? Безу-безу. Безу-безу. Это по-французски, да, вот так красиво. От него, кстати, пошло слово безе. Вот такие у нас женские интересные разговоры. Это правда, вы знаете, что когда человек один на кухне, это хорошо. Но когда мы собираемся вместе, мы делимся этой энергией, мы делимся теплом, мы создаем новые, совершенно потрясающие какие-то десерты. Мы радуем своих близких, своих любимых людей. И я уверена, что Господь Бог, он просто в восторге от того, что мы сегодня с вами делаем. Слушайте, вот приятная жена, класс, супер. Так, Любаш, что мы делаем в следующем этапе? Следующий этап, мы вот это прекрасное тесто вставим в духовку, и причем вставим одновременно вместе с грушами. Вы видите, как мы экономим ваше время? Все зависит время приготовления от размера и спелости ваших груш. А еще это зависит от вашей духовки, поэтому мы вам покажем, как оно в идеале должно быть. Ждем 40 минут, 180 градусов. Добрый час! Следующий этап, это заварной крем. Мы сейчас соединяем 500 грамм холодного молока. Мы наливаем его в нашу кастрюлю. Холодную, то есть обязательно, это очень важный момент. Дальше мы добавляем 3 желтка. На 500 грамм молока 3 желтка. 70 грамм сахара. Тщательно разбиваем. Это мы как заварной крем собираемся делать? Да, это заварной крем, но не совсем. Это заварной крем по-французски. Зовется он тот пресловутый патиссиер, который сейчас в каждом кафе представлен как патиссиер. Но за счет чего он патиссиер? За счет вот этого волшебного порошка, который разработали французы. Потому что когда они делали анализы обычного заварного крема, где соединяется масло, молоко, сахар и яйца, были поражены количеством микробов, которые размножаются уже спустя 5 часов, даже если крем стоит в холодильнике. Это очень вредно для здоровья. Поэтому они разработали формулу сухого такого патиссиера. Здесь вытяжка из яиц, здесь вытяжка из молока, здесь сгущающий такой натуральный идет фермент. Прям фермент, который полезен для нашей микрофлоры. И обязательно вот этот вот порошок, он заменяет муку. Заменяет муку. То есть сочетание муки с яйцами, с сахаром, французы считают, что это просто катастрофически недопустимо. Если кому-то будет интересно, где можно приобрести такой порошок, это все вопросы можно задать Елене Беседовской, которая вам с удовольствием ответит на эти вопросы. Замешиваем и включаем огонь. При постоянном помешивании доводим его до густоты. Да, все. Вот такой вот порошок сейчас это как бы ноу-хау, знаете, такой, который помогает хозяюшкам на кухне и продлевает жизнь нашего заварного крема. И, естественно, для здоровья нашей семьи и наших любимых. Вот такой лайфхак, дорогие друзья. Любаша, ну не пришла одна минута, а крем уже загустел. Вот обратите внимание, что значит мастерство и хороший продукт. Хороший продукт. Видите, вот две минуты заварной крем готов. Обычный крем, ну минимум 20-30 минут нужно варить. И при этом и комки, и пригорания, и нервы, и нервы. Так, а смотрите, что нам теперь нужно делать? У нас уже допекается и груша, и коржик. Что же нам у нас горячий крем? Что мы должны делать? Леночка, мы сейчас поступим очень хитро. Как у любой женщины, у хорошей хозяйки, должна быть немножко хитрости. Да, это как приправа. Поэтому мы берем, насыпаем вот в такое большое блюдо лед. И ставим нашу в кастрюлю, в лед. Нам нужно охладить до такого тепленького состояния, для того, чтобы ввести сливочное масло. Это будет завершающий этап для эластичности нашего крема. Супер! Все, ждем! Любаша, прошло 25 минут. Давайте проверим, что у нас уже получилось, да? Давайте, да. Я думаю, наш тарт уже должен быть готов. Так, пар. Да, я вижу, тарт готов. Ребята, обратите внимание, видите, вот он сам отстал от краешка. Вот он уже готов. Вот так вот легко и просто он вынимается. Не ждите, пока он станет деревянным. Вот он чуть-чуть такой как бы мягковат, но он остынет и станет хрустящим, тверденьким. Итак, нашему тарту нужно было всего 25 минут. Вот такая у меня духовка. Мы его вытащили и оставили остывать. А груши мы оставили еще, даже усилили им температуру на 200 градусов. Мы даем еще минут 20. Сейчас посмотрите, какие они будут красивые. На такое количество крема нам нужно 125 грамм сливочного масла. Уже тоже размягченного. Для этого нам нужно будет это все в теплый крем мы вводим. Не в горячий ни в коем случае, а в теплый крем. Теплое масло, ну такое комнатной температуры. Оно сейчас подтает. Мы это все взобьем. Мы сейчас в заварной крем уже готовый. Введем соленую карамель. Скажу вам по секрету, только для программы с Еленой Беседовской, готовим для любимых, Так что карамель есть проверенный способ уже и рецепт в интернете. Вы можете его все найти. Это соленая карамель по рецепту Пьера Арме. Я не раз уже готовила. Получается великолепно. Век живи, век учись. Пьер Арме. Безу-безу. Так, мы сразу все соберем. Опа. И старайтесь не сильно вымесить так, чтобы вот у нас, знаете, как зебра. Немножко карамели, немножко заварного крема. И вот так, когда нам будет попадать это потом на язык, у нас будет смешиваться два вкуса, разная текстура. То есть не надо вымешивать до однородного состояния этот крем. Пусть будет как зебра. Так, вот теперь смотрите. Практически, да. Потому что мы еще будем размазывать на тарт, и он еще смешается. Я не волшебник, я только учусь, но я уже буду пробовать. Не перевершено. Я перекажу на божественную. Это вкусно. Французы нервничают, когда мы готовим такой крем. Сто процентов. Любаша, а может у вас еще какие-то лайфхаки есть? Есть. А ну-ка, ну-ка, мы рады слушать. Посмотрите, Алиночка, поскольку сорта груш бывают разные, кстати, сегодня мы использовали сорт груш парижанка, можно также дюшес, очень вкусно. Но есть груши, которые, вот, они вроде бы стали мягкие, пропеклись, но у них не появился красивый золотистый цвет. То есть, есть лайфхак такой. Мы берем немножко меда, его растопили, чтобы он был жидкий. Берем ту же кисточку и покрываем груши легкой вот кисточкой этим жидким медом. Три минуты в этой духовке, и он будет золотистый. Замечательно. Видите, как все легко и просто. Просто нужно это все знать, и надо это все делать. И любить. Да, это правда. Наш замечательный крем остыл, и, в общем-то, у нас все готово, поэтому мы будем собирать наш осенний пирог. Да, сейчас самая приятная часть, это сборка нашего десерта. Мы накладываем аккуратно, опять же, наш крем на тарт. Он сейчас еще не застывший совсем. Он, когда застынет, он примет вообще такую однородную консистенцию. Он настолько божественно ароматен. Груши уже остыли, и мы можем выкладывать грушами, собственно, уже украшать. Да, да. Давайте нарядным сделаем наш торт. Да, много груш не бывает, поэтому, Леночка, приступайте. Давайте. Так, ну что, выбираем грушу. Красиво. Вот такой вот с красивым хвостиком. Как вы говорите? Да, можно вот так ее раскрыть, вот, раскрыть и вдавить немножко в крем. Вдавить в крем, да? И красиво, когда хвостики торчат. Вот, замечательно. Да. Уметь вкусно готовить, это и одно, да? А уметь еще это красиво подать. Да, это творчество. Мы с вами сейчас рисуем картину. Вот представьте себе, что мы оба художника, и мы рисуем одну общую картину. Ну, скажите, круто. Да, вообще. Я, понимаете, и так люблю, а когда рядом такие люди, ну, это просто, я вот сейчас просто душа радуется. Спасибо, это взаимно, Леночка. Получаю массу удовольствия, конечно. Оно как бы логичное завершение ряда. И вот это тогда, да, чуть-чуть раскрыть. Так, раскрываем. Вах-вах-вах. Вы молодцы, да? Вы молодцы. Красота. Но у нас еще есть самый завершающий момент, это такой, знаете, как последний мазок художника. Вот давайте все-таки расскажите о нем, что же это за такая секретная штука. Леночка, вот вы знаете, сколько работаю с глиссажем, сколько мы украшаем и торты, и пироги этим чудо-средством. Не знаю. Вот французы придумали вот такую вот штучку для эстетического наслаждения, вот чтобы наши фрукты, можно ягодный торт точно так же покрывать. Вот груши, яблоки. Просто, допустим, какой-то торт с залитой шоколадом сверху тоже можно растопить. Кстати, она подвергается еще и термической обработке. Немножко растапливаешь, выливаешь на застывший шоколад или масло, и торт получается глянцевый. То есть это глиссаж. Не бойтесь, побольше, Леночка. Теперь можно, да? Вы можете теперь даже на крем. Вот сделайте его лакированным, этот торт весь. Хорошо. Не бойтесь, это вкусно. Лебаша, скажите, пожалуйста, это все? Мы уже готовы? Да, Леночка, мы готовы. Но я бы еще сделала последний штрих. Оп. И как говорят французы, вуаля, пирог готов. Готовьте, как я. Готовьте, как мы. Готовьте лучше нас. Всем добра. Готовьте, любите друг друга и получайте удовольствие от того, что вы делаете. А еще подписывайтесь на мой канал, ставьте свои пальчики вверх, комментируйте, а лучше готовьте и шлите ваши комментарии о том, как у вас все получилось. Всем добра. С вами была Елена Беседовская и... Любаша. Любаша. До новых встреч. Всем пока. А также смотрите наши видео, которые появятся слева. И справа. И справа. И справа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok